Николай Григорьевич Маломуш, генерал армии Украины, бывший руководитель службы внешней разведки. Николай Григорьевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Приветствую вас, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, ну для начала давайте, чтобы зрители не удивлялись, что мы так про РПЦ. Вы же работали в органах безопасности при советской власти. Скажите, это правда, что уже тогда РПЦ была очень связана, аффилирована, скажем так, с Комитетом государственной безопасности? Ну, в первую очередь нужно сказать, что именно кроме идеологической работы партии проводилась бы глубокая духовная работа. Но, конечно, через другие структуры и, конечно, базовый формат Русской Православной Церкви, как они называли, он был как бы основным идеологом, который работал в глубине. То есть, не видимо, так сказать, не ведя пропаганду, открытую через средства массовой информации и на площадях, это, конечно, работа среди верующих, это влияние на конкретных лидеров общественного движения или мнения, которые являются верующими, и это, конечно, распространение литературы, это большая такая оперативная работа, это сбор информации о настроениях людей, и, конечно, это и специальные операции. Вот, и мы, если говорим уже о сюжете, который рассматриваем, по линии ИКГБ, тогда, а уже позже, ФСБ и службы внешней разведки Российской Федерации, существовали целые подразделения в РПЦ. Вот, как раз отдел внешних связей РПЦ, это, конечно, отдел, где на 90% были аффилированы сотрудники ФСБ и сотрудники службы внешней разведки России. И сейчас это все базово. Митрополит Кирилл, я прямо говорю, митрополит Кирилл на тот период, был руководителем отдела внешних связей РПЦ, то есть это как раз все офицеры, которые там находились в рясах, это его подчиненные. Позже он стал уже патриархом. Соответственно, он уже с позиции уже всей церкви и, мало того, еще зарубежных всех филиалов, конечно, руководит всем этим процессом. Он сам вел эту всю линию, начиная, так сказать, с молодых лет, затем возглавляя ведущие отделы по линии разведок и контрразведок Российской Федерации. И, конечно, он сегодня действует в русле четкой оппозиции Путина. Является сам организатор и идеологической, так сказать, деятельности среди россиян и за рубежом, и, соответственно, разведок для деятельности с позиции церкви. Это предоставляя и возможности офицерам там работать под предприятием священников или чиновников церкви, или, с другой стороны, используя весь аппарат и, соответственно, всю вертикаль священников, которые находятся в России, в Украине, в странах СНД и в других странах, включая в США и Канаду. — Николай Григорьевич, ну все-таки к Норвегии, знаете, было у меня дело, я путешествовал по Норвегии довольно долго, и, надо сказать, одна из самых нерелигиозных стран, которые я вообще встречал. И тут вот мы видим на сайте Патриархии семь приходов у них там, чтобы закрыть уже эту тему. Как вот вы, как профессионал в вопросах безопасности, считаете, вот эти покупки недвижимости рядом с натовскими центрами, тренировочными базами, действительно не совпадение? — Ну, это, соответственно, это четкое прикрытие. Мы говорим, никакой приход, никакой священник прихода недвижимости там купить не может. У него не имеется сколько средств, чтобы купить за счет прихожан. Покупают, как правило, средства всей церкви, и вот отдел внешних связей определяет все приоритеты. А, как правило, это спецслужбы, это офицеры, которые четко определяют, в каких странах, где, например, базы НАТО, где штаб-квартира НАТО, где военные объекты, военные морские базы. Вот, очень известны, возможно, центры принятия решения. Это министерства, ведомства, какие-то закрытые институты. То есть, они все это анализируют глубинно по каждой стране. Там, где невозможно каким-то способом купить, по линии бизнеса, например, средства массовой информации, какие-то, например, создать международные организации, их там, может быть, нет. Очень удобно, конечно, купить недвижимость по церкви. Тут никто не будет запрещать, тем более свобода религий в разных странах есть, даже если там мало священников. Они находят, например, десятка, два-три прихожан, покупают недвижимость. И, соответственно, ряд сотрудников или священников выполняют вот эти разведзадачи. И по поиску информации, и про техническое обеспечение прослушивания, и коммуникации, и принятие, например, агентуры. Возможно создание резидентуры. Очень-очень удобно. Поэтому в данную ситуацию приходят именно информаторы к священнику, как будто в церковь. А, конечно, он получает информацию, ее генерирует и передает в центр. То есть это много планов. Не только технический контроль или фотографирование, или, например, какие-то перехваты сигналов. Это, конечно, намного шире, может быть, работа с использованием как раз такого религиозного центра. Очень, так сказать, непривлекательный. Спецслужбы, как правило, к стране относятся лояльно, например, к контрразведке той же Норвегии или других стран. Поэтому в данной ситуации этот формат, он через церковь сейчас интерпретируется как приоритетный. То есть очень удобно. Как по линии российской разведки, так и по линии контрразведки. Почему контрразведки за рубежом? Потому что ФСБ взял на себе функцию, в основном, контроль РПЦ и отделы внешней связи, больше как раз контролируем службы внешней разведки по отдельным направлениям только. А то по всем, так сказать, темам эргенционно, финансово и, так сказать, стратегически. Поэтому в данной ситуации мы видим, как раз это опасность всех этих структур. Их нужно проверить по всем странам мира. Там действительно есть и реальные, но даже если реальные, частично могут использоваться или аппаратом, или священниками для такой агентуры работы, что про кто никто не знает. Да, это священник, украинец. А тут, может быть, другие занимаются этим вопросом. Или он об этом говорит, но фактически занимаются другими темами. Николай Григорьевич, вот даже больше вернемся конкретно к Норвегии. Власти Норвегии подозревают российские спецслужбы в запуске дронов на своей территории. После того, как за использование беспилотного аппарата был задержан уже седьмой россиянин, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, призвал оборонные ведомства своей страны перейти в режим повышенной опасности. Давайте услышим цитату и продолжим. Война в Украине перешла в более серьезную фазу и приблизилась к Норвегии. Россия заинтересована в том, чтобы разделить страны, поддерживающие Украину. И мы должны быть на чеку. Беспорядки можно создать разными способами. Но позвольте мне быть совершенно ясным. Нас не запугать. Мы будем и дальше поддерживать Украину. Йонас Гар Стере, премьер-министр Норвегии в интервью НТБ. Как вы оцениваете такую стратегию? Не слишком ли она уж осторожная в плане, что так все постепенно происходит? Либо же этого достаточно для того, чтобы все-таки упразднить вот эти всякие попытки разными способами Российской Федерации еще каким-то образом стращать, скажем, и Норвегию? Ну, в первую очередь, мы смотрим, что сейчас установка всей резидентурам, то есть это профессиональные, я говорю, и в том числе через ревегиозные организации в Норвегии, это контроль именно баз НАТО, это вооруженных сил НАТО. Они ждут, возможно, контрдействия со стороны НАТО на их, так сказать, угрозы, особенно ядерные угрозы, которые Путин неоднократно и другие срабатники озвучили. Поэтому они реагируют, как НАТО готовится. Повышает боеготовность, готовят новые контингенты. Поэтому все резидентуры, как выявили, от контрразведки над Норвегской, что они приходят к активности. Вот беспилотники запускают, какие-то радиопартура работают. Появляются определенные лица, которые где-то интересуются каким-то объектами или фотографируют, или проникают, например. Активизация по линии где-то возможно сбора информации и передачи за рубеж. Это нужно контролировать электронными средствами и средствами контроля за лицами, которые посещают такие центры. То есть это очень многократная работа. Она очень непростая, но сейчас она должна быть активизирована. Это в этой среде, я говорю, в плане, где Россия особенно хочет контролировать сейчас перспективы противодействия НАТО, а тем более проходят учения НАТО против ядерных угроз. И вторая, конечно, составляющая, то, что сказал коллега, это, конечно, подготовка к дестабилизации ситуации как в странах НАТО, так и между странами. Вот тут у нас чупаются слабые зрения. Там, где есть общины русские, там, где есть, так сказать, пророссийские партии, например, там, где есть купленные большие фирмы, которые коррупционно уже связаны с Россией, которые могут будоражить ситуацию в стране или выступать против НАТО. У нас же, видим, в Европе есть такие. Вот или правые партии, или левые партии, или, например, какие-то лоббисты теневого сектора. Вот тут нужно к контрразведке очень четко разбираться, кто финансирует, кто направляет и кто создает противоречия. И как раз министр указал правильно, что это направлено на рассоединение. С одной стороны, получение разведданных о стратегических перспективах НАТО против России. С другой стороны, это дестабилизация и попытка нести расковы между странами НАТО и странами Европейского Союза. Я думаю, что сейчас это все наши коллеги понимают, их просто всех знают, МИШЕС, БНД, Германия, ГСТ, Франции, итальянские службы, европейские, скальдеранские службы. Мы с ними имеем договора о сотрудничестве. Мы прекрасно знаем методы работы Российской Федерации. Я думаю, они будут четко ориентировать руководство, как не дать им создать блок против единства и Европы, и НАТО, и против Украины. Они сейчас нацелены на то, чтобы ослабить и помощь Украине, создать противоречие в каких-то поддержках наших и военных программ, финансовых, экономических, союзных и дипломатических действий вместе. Вот тут как раз единство блока показывает то, что мы можем побеждать зло, мы можем побеждать агрессию. А спецслужбы им не удастся никаким способом дестабилизировать. Мы их можем нейтрализовать по конкретным действиям. Каждый блок, каждая община, даже если религиозно, должна быть проверена, взята под контроль сейчас. Это период особой борьбы. Поэтому тут нечего, так сказать, тут не нарушая права человека, я понимаю, но глубинно спецслужбы могут аккуратно работать, чтобы выявить реальные факты враждебных действий, реальные факты шпионских действий и реальные факты условно-дестабилизационных направленных действий внутри страны или между странами. Вот тут объединение усилий не только по линии разведданных по отношению России, это важнейшее направление, а, конечно, непрушимое единство должно быть основоположным. И разведчики, и спецслужбы должны дать модель действий политическим руководителям стран, как по своей стране, так и в целом в стране Евросоюза или НАТО. Точно так же с нами, сотрудничая по этим вопросам. Вы сами сказали, что Российская Федерация умеет находить, скажем, зацепки, чтобы как повод потом преподнести, и упомянули российскую общину. Так вот, Норвегия говорила несколькими неделями ранее о том, что, по примеру, Финляндия может ввести запрет на въезд для россиян, но пока что конкретно этому примеру еще не последовало. А как вы считаете, вот та тема, которую мы уже успели обсудить с вами буквально сейчас в эфире, является ли уже достаточным поводом для того, чтобы перейти к таким мерам? Я думаю, что сейчас очень четко нужно контролировать возможные запросы россиян на въезд и давать очень избирательно, в крайних случаях. Например, если это какие-то родственные связи, какие-то проблемы, например, по линии семьи, по другим темам, возможно, по линии критинского бизнеса они еще будут давать вопросы, хотя есть санкции. Поэтому, я думаю, максимально должны быть ограничены национальными правительствами въезды для того, чтобы не создавать условий и дестабилизации, и возможность использования как раз канала получения информации в этой стране. Это будет правильно, на период агрессии всегда существовали ограничительные меры. Я думаю, Норвегия должна действовать этому примеру. Это обезопасит и Норвегию, и в плане безопасности это будет эффективно, и в целом единство Европейского Союза и НАТО. Давайте посмотрим, Николай Григорьевич, еще на этот регион. Феноскандия, так называют его с физико-географической точки зрения. Это Норвегия, Швеция, Финляндия и часть России. Архангельская область – это единый географический регион, в котором только членом НАТО является Норвегия. Россия перебросила бомбардировщики, способные нанести ядерный удар к границе с Норвегией. Об этом сообщает издание «Фактиск», ссылаясь на спутниковые снимки. На этих снимках зафиксированы 7 самолетов Ту-160 и 4 Ту-95 на базе «Оленья» на Кольском полуострове. Как раз это часть физико-географического региона. Военные эксперты, опрошенные «Фактиск», считают, что присутствие стратегических бомбардировщиков вблизи границы с Норвегией может быть связано с традиционными осенними учениями «Гром», но также допускают, что Россия продолжает ядерное запугивание мира. И в этой связи, зачем Россия нагнетает в Арктике? Кстати, не в первый раз. Россия с Арктикой давно пытается какие-то манипуляции проводить. Кстати, есть общие территории, Шпицберген, остров, который поделен между Норвегией и Россией, и тоже непростая точка. Для чего они все это делают? Если уже от оперативно-разведывательной деятельности посмотреть вот так вот глобально? Ну, в первую очередь, глобально идет противостояние, как они говорят, НАТО и Российской Федерации. Они запускают концепцию, они в них присутствуют. Я сам слышал от Путина, когда вели тяжелые переговоры. Вот он указывает. И НАТО, и вы, и Украина, с ними пытаетесь сейчас сотрудничать. Это еще в 2008 году, создавая базы НАТО и создавая мощный щит ударных ракетных группировок на границах, например, с Российской Федерацией. В том числе, они очень мощно рассматривают Скорбинавию, как вот один из центров нанесения ударов по Российской Федерации. Соответственно, они со стороны НАТО. И со своей стороны они готовят именно... Это ложная посыл, я прямо скажу. Потому что в них это фобия, что вот НАТО готовит именно агрессию. Она втягивает в орбиту разные страны, включая Украину. И, соответственно, готовит даже ядерные удары по России. Это четкая позиция и спецслужб, но самого Путина. И он под эту концепцию начинает нагнетать ситуацию. Он начинает угрожать ядерным шантажом не только Украине, а и Европе. Мы видели, как и Путин в целом, а Медведев конкретно рассказывает, какой будет коллапс для Европы. После этого, так сказать, возможность помощи Украине более активно. И с другой стороны, конечно, они пытаются демонстрировать в процессе учений, какие потенциалы, в них концепция запускает постоянно, во-первых, самолеты, стратегическое базирование с возможностью несения как токийского, так и ядерного стратегического вооружения. Точно так же они проводят учения на территориях уже других стран. То есть это глобальный позиционирование, как они сказали. Тем более, они сейчас ориентируются, что НАТО проводит учения против ядерной войны. И они, соответственно, сразу же проводят, как раньше Радянский Союз против НАТО проводил в целом. Точно так же Россия дублирует такие же действия, нагнетая ситуацию, играя на гранифоле, запуская стратегические бомбардировщики на границах или в открытом море, например, или где-то уже соприкасаясь с территорией стран. Мы видим, как буквально на днях чуть ли не прошли шоу, так сказать, удары по британскому самолету. Это могла бы быть уже серьезная конфликтная ситуация, которая могла привести к локальным сопротивлениям или к более глобальным. То есть играет на гранифоле. Это опасная игра. Но эта установка работает, и многие страны как-то опасаются часто, особенно европейские страны, дальше как бы инициировать такие противостояния. Но уже, скажу, время запугивания прошло. Это очень важно. Николай Григорьевич, с удовольствием продолжим с вами эту тему еще и в следующих наших эфирах. Благодарим вас за такие содержательные комментарии. Напомним зрителям, что Николай Григорьевич Муламош, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки, был с нами на связи.